МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первое время ты должен забыть о каком-то доходе, и ты должен быть готов работать бесплатно. Альберт Эйнштейн в свое время сказал, кто хочет увидеть результаты своего труда немедленно, тот просто должен идти сапожником. Невозможно взять выходной от своего любимого дела. Это является образом жизни. Даже если ты берешь выходной и куда-то уходишь, это мой принцип. Я все равно думаю о своем деле, потому что я его люблю, я в нем живу, я в нем отдыхаю, я наслаждаюсь своими результатами. Это просто стиль жизни. Я в этом живу. Мне не нужно от него отдыхать. Я даже если поеду куда-то в отпуск, я все равно думаю. И все равно в своем деле. Для того, чтобы спастись от медведя, не нужно бежать быстрее, чем медведь. Нужно просто бежать быстрее, чем бегут остальные. Не спи больше, чем нужно. Как ты можешь соревноваться с теми людьми, которые спят 4 часа? Даже если ты очень умный, у тебя не хватит времени, чтобы их опередить. Успех порождает успех. Лучший способ оказать впечатление на людей – это показать то, в чем ты лучший. Начни с малого. Ты завоюешь авторитет и поведешь за собой людей. Дело в том, что если посмотреть любую сферу, человек, которого уволили, он никогда не скажет, что он бестолковый. Он будет говорить, что там плохо платят, там плохое начальство, это не мое дело, или плохой коллектив. Человек не признается в том, что он не подходит. Он всегда будет искать причины и оправдывать себя. Всегда выбирайте трудный путь, потому что на этом пути вы не встретите конкурентов. Это сказал Шарль Деголь. И если тебе не нравится работа, значит, ты занимаешься не тем делом. В одной и той же компании люди, которые зарабатывают деньги, и в этой же компании есть такие же люди, которые не получают дохода, которые не получают результаты. Естественно, что они говорят? Они говорят, что компания плохая, команда плохая, продукт плохой, платят мало, человек слаб, он не в состоянии признаться в том, что он не подходит, он бестолковый, он несостоятельный или он не приложил достаточно усилий. Произведение Грибоедова «Горе от ума». Пока одни докапываются до корней, другие успевают сорвать плоды. Иногда у человека более важная ценность это его энтузиазм, его энергия и одержимость своей целью. Это гораздо лучше, чем человек будет очень много знать и будет поправлять тебя в том, когда ты говоришь о практике, о реальных возможностях. Лучше бы я нанял человека с энтузиазмом, чем человека, который знает все. Это сказал Джон Рокфеллер. С самого детства я всегда мечтал. Моя мечта со временем превращалась в мою цель, и я эту цель превращал в свою страсть. С самого детства все мои мечты сбылись, и все сбывается. Я всегда шучу о том, что я даже боюсь о чем-то подумать. Может, то, о чем я подумаю, всегда сбывается. Преврати свою мечту в страсть, преврати свою мечту в настоящую цель. Не изменяй ей. Хочешь ты этого или не хочешь, твой мозг постоянно работает над этим. Даже когда ты спишь, если ты об этом думаешь, вольно или невольно, каждый день ты делаешь какой-то шаг, ты делаешь какой-то поступок, ты об этом думаешь, рано или поздно эта цель все равно сбудется. Генри Форд в свое время сказал, не важно, что вы думаете, сможете или не сможете, в любом случае вы правы. Но если вы об этом думаете, и думаете страстно, в любом случае вы это получите. Вы достигнете своей цели. Главное, не изменяйте, и думайте постоянно. Думай. Мысль материальна, и она сбудется. Если вы считаете, что обучение стоит дорого, попробуйте сравнить с тем, сколько стоит невежество. Это сказал Роберт Киосаки. Для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы зарабатывать много денег, нужно постоянно развиваться, нужно самосовершенствоваться, нужно инвестировать в себя, нужно инвестировать в свое развитие, нужно постоянно посещать какие-то тренинги, под лежащей каменью вода не течет. Когда ты ходишь на какие-то тренинги, в разной аудитории, там встречаешь большое количество людей, либо ты на кого-то наткнешься, либо на тебя кто-то наткнется. Поскольку ты постоянно двигаешься, Ты открыт для новых возможностей. Тебе обязательно поступит какое-то интересное предложение. Тебе обязательно поступит новая возможность. Инвестируй в себя, посещать постоянные мероприятия, тренинги, обучения, командные взаимодействия. Могу сказать словами Джона Рокфеллера. Я лучше буду иметь 1% от работы 100 человек. Это гораздо лучше, больше и выгоднее, чем все 100% от работы собственного в одиночку. Продолжение следует...